Медицина и фармацея. Под таким названием в северной столице Беларуси впервые по данному направлению состоялась ярмарка инновационных разработок. Она прошла на базе Витебского государственного медицинского университета. Участники форума представили демонстрационные образцы и презентовали свои проекты. С идеями инноваторов познакомилась и Инна Ширкевич. Два года назад Республиканский научно-практический центр детской хирургии попробовал внедрить в медицину технологию 3D-печати. Уже на этой ярмарке инновационных разработок представил новую технологию 3D-печати модели сердца с врожденным пороком. Распечатанные модели органов можно использовать в качестве наглядного обучающего материала в учреждениях здравоохранения, занимающихся преподавательской деятельностью. Это позволяет сократить время лечения и снизить риски после операционных осложнений и летальных исходов. Мы планируем усовершенствовать и 3D-принтер, и непосредственно весь процесс диагностики, печать новыми материалами. То есть это твердый материал. В будущем мы планируем печатать мягкие материалы, чтобы я и другие хирурги могли перед операцией разрезать что-то, сшить и полностью провести операцию перед непосредственно полным вмешательством. Брестский научно-технологический парк привез в северную столицу Беларуси информационную систему «Единый регистр доноров Брестской области». Разработку уже внедрили. Она работает в режиме реального времени в едином облачном пространстве. Данная система позволяет отслеживать каждую донацию от момента забора крови до трансфузии, либо производства препаратов. Наша задача сегодня, конечно, поделиться опытом, чтобы увидели, что есть эти решения, и мы хотим, чтобы это множилось на другие области Республики Беларусь. Мы готовы сегодня с Минздравом, с Управлением здравоохранения каждой области вести диалог и находить те пути решений. Потому что это может быть совместное предприятие, это может быть, как и технопарк, самоличный. Более пяти научных проектов представил Витебский государственный медицинский университет. Среди них изобретения для производства инновационного лекарственного средства из растительного сырья с противоэллергической активностью, разработки для лечения и профилактики воспалительных процессов. Кроме этого, ВУЗ продемонстрировал перевязочные средства с нановолокнистыми покрытиями, которые могут применяться как в медицине, так и в косметологии. Мы должны перейти дальше уже к практической реализации наших научных идей. И, если хотите, и к коммерциализации этих идей, к производству. И чем короче вот этот путь от инновационных научных разработок, производственных, к использованию новых фармацевтических препаратов, медицинского оборудования в практической идее здравоохранения, тем, безусловно, и результаты, скажем так, и лечения пациентов наших лучше. И мы в дальнейшем можем очень чутко реагировать на изменения, которые проходят в мировом медицинском сообществе. Подобные ярмарки инновационных разработок проводятся Государственным комитетом по науке и технологиям с 2014 года. Для участия в последней медицинной формации на базе ВГМУ приехали порядка ста человек. Всего здесь представили более 30 научных проектов. Эта ярмарка, как мероприятие, она стоит в ряду общих комплексных мероприятий по развитию инноваций, по развитию и формированию так называемого инновационно-производственного кластера в сфере медицины и формации, в рамках которого мы уже помогли университету создать Центр трансфера медицинских технологий. Мы в прошлом году создали на базе бизнес-инкубатора законопорядок в Витебске технопарк, который будет специализироваться в том числе на медицинских и фармацевтических технологиях. Во время ярмарки участникам подробно рассказали о венчурном финансировании, патентовании и коммерциализации инновационных продуктов. Сама же встреча направлена на подписание договоров для дальнейшего внедрения разработок. Инна Ширкевич, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф».